Здравствуйте, товарищи! В прошлый раз мы рассматривали с вами тему социального развития, а сегодня у нас в развитии этой темы, тема звучит так «Социальный прогресс и социальный регресс». В прошлый раз мы уже выяснили, что всякое развитие, а соответственно и научное понимание этого развития, предполагая, что в развитии имеется тенденция, совпадающая с направлением развития, с движением низшего к высшему, простого к сложному, и имеется противоположная тенденция, которая совпадает с движением высшего к низшему, то есть она не совпадает с развитием, а противоположная развитие. И вот таким образом, если мы хотим эти движения обозначить, мы должны употребить другие понятия. Вот то движение или та тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития, называется прогресс, а та тенденция в развитии, которая противоположна развитию, называется регресс. Ну и самое главное, что мы должны запомнить, это то, что не бывает такого развития, в котором бы не было этих противоположных тенденций. Не бывает такого развития, которое было бы простым восхождением низшего к высшему, без борьбы противоположностей, без борьбы противоположных тенденций, без борьбы прогресса и рекресса. Значит, если мы перейдем теперь к вопросу о социальном развитии, то, соответственно, и формулировки мы должны с вами изменить, в социальном развитии имеется социальный прогресс и социальный регресс. Это означает, что поскольку все в общественном, то есть в социальном развитии идет через борьбу определенных общественных сил, через активные действия членов общества, значит, мы усматриваем в этой борьбе либо направление прогрессивное, либо направление регрессивное. Но поскольку общество состоит из миллионов, а миллионы действуют по-разному, поэтому вот эти самые прогресс и регресс, они складываются из этого многочисленного числа действий, участвующих в социальных процессах людей. Ну и поскольку этих, если мы возьмем вообще все население Земли, это уже не миллионы, а миллиарды, для того, чтобы это изучать, нужно как-то это классифицировать. И чтобы это классифицировать, требуется найти какой-то критерий, по которому классифицировать тех людей, которые участвуют в общественной жизни и в общественной борьбе. Ну вот, по какому критерию можно делить людей на разные классы, то есть классифицировать? Это вопрос, который занимал в свое время французских историков, причем историков с одной стороны тех, которые выражали интересы господствующего феодального класса, и тех, кто выражал интересы тех классов, которые боролись с феодализмом. Накануне великой французской буржуазной революции сложилась такая обстановка, что представители феодалов чувствовали, что их время уходит и выступили с позиции... ...с позиции идейной защиты... ...идейной защиты... ...позиции уходящего феодального класса. А как они это могли защищать? Они не могли защищать в плане, так сказать, отстаивания, так сказать, только этого класса антагонизма. Они теоретически пытались обосновать, что управлять государством, решать государственные проблемы могут только те слои и классы, которые с детства изначально к этому готовятся, к этому обучаются, и, соответственно, все остальные представители общества к этому делу управления не приготовлены. Ну и, так сказать, вот это обоснование натолкнулось уже на противоположные позиции, с которыми выступили французские буржуазные уже историки. Это Тьерри, Минье и Гизо. Тьерри, Минье и Гизо поставили вопрос о том, что любые классы могут участвовать в управлении. Вот, но для того, чтобы говорить вообще, так сказать, о классах, то есть о том, кто может участвовать, они, так сказать, ввели такое понятие, как класс уже в общественную науку историческую. Что надо классифицировать людей, а как их классифицировать? По действиям, а действия как классифицировать? Ну, потому что им выгодно, а что выгодно? Что выгодно классам, что выгодно разным лицам, это зависит от их экономического положения. И вот эта классификация по положению, это то, что сделали французские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо. И поэтому вот ходящее представление о том, что классы работали, учение о классах разработал Маркс, это ходящее представление не соответствует деятельности. Вот французские буржуазные историки отстояли теоретически эту позицию, что управлять государством могут представители самых разных, так сказать, слоев и классов. Ну, а при этом они оставили нам сам принцип классификации общества. Хотя классификации можно придумать самые разные, правильно? По степени грамотности можно классифицировать, по полу можно классифицировать, по возрасту можно классифицировать. А вот они предложили классификацию по положению в экономической жизни общества. И вот эта классификация устоялась, о ней мы впредь будем говорить. И что тогда получилось? Что имеется в рамках общества разные классы. И когда мы говорим о тенденциях, таких тенденциях, как социальный прогресс и социальный регресс, мы должны их не просто брать как нелицкие, не включающие в себя борьбу конкретных лиц и конкретных действующих сил, которые имеют место в обществе, а мы должны их брать как результат действий, и прежде всего тех классов, которые стоят за этими тенденциями. То есть мы, когда мы наблюдаем те или иные общественные тенденции, мы пытаемся их свести к тому классу, которому эта тенденция выгодна. Значит, каким классам выгодна тенденция негативная, каким классам выгодна тенденция позитивная. Почему можно говорить здесь только о классах? Потому что как будут действовать отдельные люди, как вы понимаете, научным прогнозом такого результата получить нельзя, потому что людей очень много, есть очень много факторов, которые действуют на поведение человека. Человек вовсе не есть продукт бытия. Иногда вот говорят, что бытие определяет сознание. Это неверно. Несмотря на то, что это неверно, можно сказать, что более чем 90% людей, которые задумываются или выступают с этим, говорят примерно такую вещь. Такого нет в науке, ни в какой. То есть есть понятие о том, что бытие первично, сознание вторично, да, это вот решение основного вопроса философии. Это относится не к поведению отдельных людей, а это относится к тому, как соотносится между собой бытие и сознание, сознание и материя. Вот о чем тут идет речь. Бытие первично, сознание вторично. И более ни о чем. А вот что касается применения этого же вроде бы принципа материалистического к истории, то он гласит совсем другое, что общественное бытие определяет общественное сознание. Тоже это относится к бытию и к сознанию, а только к общественному бытию и к общественному сознанию. Не к бытию и сознанию вообще, а вот именно к этой конкретной ситуации. Общественное бытие определяет общественное сознание, из этого вытекают такие простые и понятные выводы, как то, что, скажем, если вы имеете дело с рабовладельческим обществом, в котором имеется рабовладельческое бытие, поскольку способ производства рабовладельческий, то господствующее сознание в этом обществе это сознание рабовладельческое. У кого оно в головах? У большинства, в том числе и у большинства рабов. Рабы, может быть, тоже имеют такое рабовладельческое сознание, но они попали в такую ситуацию, что они воевали, проиграли, они потерпели поражение, и несмотря на то, что у них точно такое же сознание, что если бы они выиграли, то они бы были рабовладельцами, а не рабами. Несмотря на это, так сказать, то, что они сейчас в рабском положении, из этого никак не следует, что у них сознание противоположное рабовладельческому. Вообще можно сказать, что если общественное бытие определяет общественное сознание, то сознание большинства общества рабовладельческого рабовладельческое. Но меньшинство имеет сознание противоположное, скажем, те взгляды, которые имелись у Спартака, у тех, кто боролся против рабовладения, а это были взгляды меньшинства, а не просто, так сказать, он потерпел поражение, но кроме всего прочего, это были взгляды меньшинства. И это обстоятельство, вот это обстоятельство, что общественное бытие определяет общественное сознание, оно применимо ко всем формациям. Поэтому, если вы возьмете следующую формацию, там, феодальное общество, ну какие взгляды господствуют в феодальном обществе? Общественное бытие определяет общественное сознание, значит, в феодальном обществе господствует феодальное сознание. У кого это феодальное сознание в головах? Ну, прежде всего, у феодалов, конечно. Но, во-первых, не обязательно у всех. Мы, например, знаем с вами примеры очень широкие и известные, что наиболее, так сказать, просвещенные феодалы, дворяне выступили против феодального общества в лице декабристов, да, и, так сказать, поплатились одни жизнью, другие свободой. За то, что они отставили идеи уже следующего класса, более прогрессивного идеи класса буржуазей и выступали за освобождение крестьян. А крестьяне, ну, какую-нибудь особую идеологию крестьянскую они выработали, можно было сказать, что вот даже у вождей крестьянских восстаний, что была бы у них идеология, скажем, какая-то особая крестьянская, которая не была бы феодальной. Ну, вот как понимали свою роль самые известные вожди крестьянских восстаний, такие как Степан Разин и как Емельян Пугачев, что вот это они, так сказать, становились, они были против плохого царя, за какого? За хорошего царя. То есть они за то же самое феодальное устройство общества и они из, так сказать, рама этого феодального общества в плане сознания выйти не могли. В том числе и потому, что вообще для того, чтобы выработать другую идеологию, как последовательную идеологию, как не отдельные такие-то взгляды или моменты, нужно, между прочим, это сделать научным образом. А как вы понимаете, ни времени, ни возможностей у безграмотных крестьян для того, чтобы они выработали такую идеологию, не было и быть не могло. И даже если бы такие отдельные единицы появились и выработали, то это никак бы не поколебало то обстоятельство, что общественное бытие определяет общественное сознание. Пойдем, если мы дальше, а если дальше, это значит буржуазное общество, вот мы наблюдаем постоянные попытки, странные довольно попытки людей, которые думают на выбор получить другую власть, в отличие от той, которая есть. Чем отличается? Чем характеризуется буржуазное общество? Ну, характеризуется тем, что политическая настройка и идеологическая настройка, она определяется экономическим базисом. Каким? Буржуазным. Поэтому если базис буржуазный, то и настройка буржуазная. Общественное бытие определяет общественное сознание и все те органы, которые связаны с построением уже, с сознательным построением соответствующих органов, которые выражают интересы господствующего класса. А раз общественное бытие определяет общественное сознание, то господцы в буржуазном обществе, какое сознание? Буржуазное. Следовательно, кто победит на ближайших выборах? Голосовать люди будут в соответствии со своим сознанием, правильно? Не в соответствии со своим бытием люди голосуют, в соответствии с тем, что у них есть в головах. Если у человека есть, так сказать, определенное понимание, то он будет в соответствии с этим пониманием голосовать. Если общественное бытие определяет общественное сознание, значит, в буржуазном обществе, в большинстве голов, идеология буржуазная. Если идеология буржуазная, значит, а люди голосуют в соответствии с тем, что у них есть в головах, в сознании, значит, большинство избирателей, независимо от того, кто как ведет компанию и какие конкретные обстоятельства здесь вмешиваются, вроде там есть нарушения, нет нарушений, вот если никаких нарушений нет в ходе голосования, а такого совсем, чтобы не было, не бывает, конечно. Но если нет никаких нарушений, кто должен победить? Ну, победить должен, конечно, тот класс, который является господствующим экономически, потому что он в этом смысле является, раз он господствует экономически, то его идеи или идеи, выражающие его экономические интересы, определяют и общественное сознание, и общество в целом. Поэтому это такой инструмент или такая машинка, это машина голосования, которая всегда обеспечивает господство того класса, который и так его уже имеет. И поэтому даже другие попытки по-другому, так сказать, осуществлять такое господство, я имею в виду переход к фашизму, который имел место в ряде государств, а фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шевистических элементов финансового капитала, то есть для его существования надо, чтобы имел место уже финансовый капитал, а финансовый капитал, и это не денежный капитал, и не банковский, а это банковский, который является сросшимся с промышленным, и представляет собой господство уже банковского капитала, но промышленным капиталом. И вот это вот единство, при как бы с господствующей роли банковского капитала, оно толкает правящий класс на то, что поскольку он через вот все эти финансовые инструменты, через все эти ручейки движения финансов прекрасно видит все устройства общества и знает, кто сильнее, кто слабее, у кого какие есть проблемы, поэтому ему как бы вот эта вся настройка в лице парламентов, голосования, обсуждений и прочее, на которые еще надо потратить миллиарды, она как бы им и не нужна, и они, так сказать, имеют такую тенденцию или тяготение к открытой террористической диктатуре, чтобы можно было без всяких голосований, без промежуточных этих звеньев напрямую осуществлять интересы того класса, который они представляют. Поэтому фашизм является до известной степени естественным выражением вот уже этот интерес в Буразии, империалистической в государствах-хищниках на том этапе, когда уже капитализм превратился в свою империалистическую фазу и представляет собой монополистический капитализм, в нем господствует финансовый капитал. Но вот как показали события уже исторические, показали они не противникам фашизма, не противоположным классам, а прежде всего классу буржазии мировой, они показали, что это не самая удобная форма, ну вот, так сказать, как мы знаем с вами, Гитлер не только потерял всякое политическое господство, потерял свою жизнь, и все его соратники, верхушка вся потеряла, так сказать, жизнь и существование, а Германия надолго ушла из числа крупнейших капиталистических держав. И если раньше мы имели такую, до этой войны, которую проводил буржазный класс во главе с фашистами в Германии, если мы до этого могли говорить о том, что вот есть разные группы империалистических хищников, которые борются между собой за то, чтобы грабить весь мир, то все сейчас свелось к одному, имеется одна группа во главе с Соединенными Штатами Америки, и они прибегают, если нужно, так сказать, во внешней политике элементам, которые сродни фашистским, то есть которые к открытым, то есть по пранью разных демократических норм внешней политики, а внутри они сохраняют буржазную демократию, и как показала история, для них это самое хорошее дело, она, так сказать, безошибочно обеспечивает диктатуру буржуазии. Можно взять и пример, связанный с победой социалистической революции в России. Скажите, пожалуйста, вот те самые большевики, которые взяли власть в 1917 году, а они какое место получили при выборах в учредительное собрание, в организации которых, и в проведении которых, и в голосовании на которых они активно участвовали. Какое место? Второе. Поэтому, так сказать, надо, так сказать, видеть и отметить, что и способности там руководства, и сила большевистской партии, все это играло свою роль, но не играет решающей роли для обеспечения выборов в парламент. Когда они вполне демократически проводятся, то как раз срабатывает то, о чем мы говорили, что общественное бытие определяет общественное сознание. От того, что там эта крепкая партия, от того, что Ленин выдающийся политический деятель, от этого вовсе, так сказать, из этого не вытекает, что они победят на выборах. И они не победили. Есть у Ленина специальная работа, которая посвящена анализу вот этих самых выборов в учредительное собрание, и ответы на вопрос о том, так как вообще можно установить власть рабочего класса. Он говорит, ну, только сумасшедшие могут думать, что можно осуществлять власть в обществе, не имея за своими плечами большинство. Но такие же люди темные, непросвещенные думают, что это большинство можно получить при буржуазном обществе, при господстве в класса буржуазии и в надстройке. Поэтому мы пошли по какому пути? У нас получился такой очень сильный кулак. Это совет Петероградский был большевистским, Московский совет был большевистским, в войсках Северного фронта совет был тоже большевистский. То есть мы с помощью вот этой большой силы взяли власть и использовали государственную власть для привлечения на свою сторону большинства народа. То есть мы тоже понимаем, что нужно большинство, что без большинства вы не сможете удержаться, что большинство необходимо при социальных преобразовании. Но для этого нужно сначала взять власть, а потом тогда получить с помощью ее большинство. А каким образом? Ну вот мы сразу первое, что сделали, сделали, выполнили ту волю, которую неоднократно крестьянство выражало, что нам надо землю, дайте землю, разделите землю по едокам. И которую, эту волю вполне буржуанную, потому что в разделении земли по едокам вообще ничего социалистического нет. Иногда приписывают большевикам вот это вот отнять и разделить. Большевики реализовали эту мечту крестьян, но это совсем не их программа. Программа у большевиков была другая, кооперирование и соединение и земли, и труда через хозяйственных работников воедино. Но на этом этапе, на этапе, когда необходимо было довершать ту работу, которую не сделала буржуазия, буржуазия вместо того, чтобы отнять землю у феодалов и разделить, она просто гнала крестьян, одетых в шинели, на войну за свои интересы. И поэтому, естественно, потеряла очень сильную поддержку этих самых крестьян. А большевики, наоборот, приобрели. Поэтому никаких иллюзий насчет того, что крестьянин любит большевиков, или они ему нравятся. Ленин говорил, таких не должно быть иллюзий. Но поскольку большевики эту землю дали, а Денинкин шел и вешал крестьян, которые начали уже эту землю обрабатывать и отбирал обратно, то по мере приближения Денинкина к Москве количество людей, крестьян, которые выступали за большевиков, увеличилось, а количество людей, которые... или процент людей, кто выступал за Денинкина, уменьшалось. И настроения менялись в армии. Поэтому армия Денинкина все хуже воевала, поскольку мне все равно основную массу составляли крестьяне. А Красная армия, в которой тоже основную массу составляли крестьяне, вот она воевала все лучше. И в итоге крестьяне повернули однозначно в сторону большевиков и прогнали Денинкина. Погнали его, он, говорится, сел на корабли, со всей своей череды, плыли в Европу. На этом закончила Биржанская война. А что касается, так сказать, рабочего класса, конечно, он был главным ядром Красной армии и так далее, но чисто по численности, конечно, он отнюдь не составлял, да и не мог составлять большинство Красной армии в такой гражданской войне, которая охватила, так сказать, или захватила трудящееся население почти целиком. Ну, кроме тех, кто оставался, так сказать, не мог держать оружие в руках и должен был заниматься непосредственным производством. Мы переходим к следующей формации, к следующей формации коммунистической армии, в которой, так сказать, исторически имелась, так сказать, только сначала одна страна, потом несколько стран, которые были в первой фазе коммунистической формации, это Россия и Советский Союз, затем Волбания, Болгария, ГДР, Чайгословакия, Венгрия. Польша не вошла в первую формацию, в Польше не была проведена коллективизация, поэтому у нее собственность общественная была только в городах, а в деревне собственность у них была частная, поэтому она находилась в переходном периоде и обратно к капитализму ушла из переходного периода. Вот все эти страны, которые... Перечислил, и Монголия тоже. Куба. Вот, она тоже. Но Куба в первой фазе коммунистического была, не надо. Она из первой фазы ушла в переходный период. Она миллион своих рабочих перевела в самозанятые. А самозанятые это такое, ну я бы сказал, такое непрямое указание на то, что это переводы в разряд мелкой буржуазии. Что значит самозанятые? У вас есть средства производства, вот вам средства производства, которые не позволяют вам эксплуатировать других людей. И у вас есть задача, так сказать, торговли на рынок, производства на рынок. Мелкий буржай – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Поэтому Куба, в которой был в свое время построен социализм, она снова ушла в переходный период. В том числе, потому что ее нахождение, так сказать, в первой фазе коммунизма было связано с постоянной помощью Советского Союза. Эта помощь прекратилась. Она перед лицом, так сказать, соседа оказалась, и удержаться было очень тяжело. Во всяком случае, на сегодняшний день у нас в первой фазе коммунизма имеется только КНДР. А что такое первая фаза коммунизма? Коммунизм с разимыми пятнами капитализма, в котором много отрицательных черт, противоположных самому коммунизму. И вот непонимание этого, что социализм, про который говорят, мы его построили, но даже если вы дом построили, то он начинает разрушаться, правда? Раз мы вот с вами изучаем, что всякое развитие – это единство двух моментов – прогресса и регресса. Даже если это не общественное развитие. Вот вы возьмите построенный дом, что с ним происходит? С ним происходит медленное, так сказать, его уничтожение. И если вы не предпринимаете меры, там, текущий ремонт, капитальный ремонт, то это приведет к тому, что мы наблюдаем там развалины, всякого рода римские развалины и прочее. И в Греции мы видим остатки того, что было построено. Потом тот же самый Акрополь, вот я был, это вообще величинственное такое строение в Афинах. Акрополь, там мраморные части, новые, поставленные, они, конечно, резко выделяются по сравнению со старыми, потому что не делаешь так, чтобы это было незаметно. То есть он поддерживается благодаря тому, что туда вставляется то, что утрачено. Или, допустим, стоят остатки такого храма на огромных столбах, огромные, так сказать, стоят, так сказать, камни, которые непонятно как их туда установили, к помощи чего, потому что вроде бы такой техники не было, как это удалось сделать древним грехам. Но сейчас это выглядит так, что колонны, и на них стоят огромные такие каменные голыбы. Поскольку это относится вообще ко всему, мы сейчас вот говорим о тенденциях прогресса и регресса, поэтому нельзя вообще, вот скажем, так рассматривать первую фазу коммунизма, то есть социализм, как преимущественно в большинстве работ рассматриваясь. Вот мы, так сказать, строим, мы строим социализм, и мы строим коммунизм. Нашим современникам предстоит притворить в жизнь мечту человечества построить коммунистическое общество, самое справедливое общество на Земле. Во-первых, это неправильная формулировка. Социализм есть коммунизм, но не развитый, не зрелый, не спелый, с разъемом пятна капитализма, поэтому коммунизм строили в переходный период. А тут же строить не надо, тут надо его переводить, так сказать, из не развитого в развитие. Это другая задача. И в решении этой задачи надо видеть тоже тенденции прогрессивные и регрессивные. То, о чем мы сегодня говорим. Если люди не настроены на то, чтобы видеть тенденцию прогресса и регресса, они их просто не видят и являются социально слепыми, так сказать. Вот если говорить о причинах, то да, почему там социализм, мы сейчас не говорим о том, мы за него, против него, просто почему он пал? А потому что люди, которые, так сказать, были приверженцами социализма, довольно наивно представляли себе движение, перерастание социализма, полной коммунизм. Катер, вот он просто, мы будем делать больше угля, больше стали, больше хлеба. И что? Ну и что из-за того, что будет больше угля, больше стали, больше хлеба. Это будет развитие? Социализм? Нет. Это может быть материальная основа для развития, правда? Но вовсе не означает. Скажем, материальной основой для развития человека является не просто количество благ, а еще и свободное время. А со свободным временем было, очень плохо обстояло. Вот скажем, то, что было записано в программе партии большевиков, в тысячи, которые было принято в девятнадцатом году на Восьмом съезде, что в дальнейшем, при общем росте производительности труда, переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством, два часа для каждого работника, уделить военному профессиональному искусству, обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть, вот та идея, которая была у Ленина в государстве революции, чтобы победить бюрократизм, нужно, чтобы каждый на время становился бюрократом, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом, то есть, вы можете только тогда успешно бороться с бюрократизмом, если вы сами в этом участвуете, так или иначе. А если вы не участвуете в делах управления, это для вас некое святое дело, которым могут заниматься только люди особо выделенные, особо подставленные, необыкновенные и так далее, то следует на эти люди, становятся монополистами, они начинают реализовывать не коренные интересы, так сказать, всех трудящихся, а какие-то свои особые. А при социализме есть у человека интересы, которые могут толкать его назад. Не у какого-то там плохого человека, а обычного, рядового. Вот, поскольку мы с вами улыбляемся в этот вопрос, вопрос о прогрессе и регрессе, он не только верен для таких обществ, где они просто разделены очень просто. Есть вот крестьяне, трудящиеся, а есть феодалы, эксплуататоры, и все тут понятно. Или есть рабочие, трудящиеся, и есть капиталисты, хотя тут вот есть мелкобургазии, которые не рабочие, и не капиталисты, а мелкий буржуар, определяется как мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Он, конечно, стремится и стать из мелкого хозяина настоящим хозяином, то есть прикупить средства производства и начать эксплуатировать и жить прежде всего за счет чужого, неоплаченного труда, то есть за счет эксплуатации. Но это удается единицам. И причем с развитием капитализма все меньше и меньше, потому что для того, чтобы начать капиталистическое производство, нужен первоначальный капитал. И Макс еще в капитале показал, что вот этот первоначальный капитал, его размер там все время увеличивается. Поэтому эти наивные надежды, что я куплю три козы и начну постепенно животноводство разводить, или, скажем, я куплю сейчас семена, посею цветочки, они не учитывают, что все цветочки сейчас монополизированы, вся продажа монополизирована голландскими компаниями. И даже вот цветы, которые привозят из других стран, они могут быть из Южной Америки, из Эквадора, там, из других, но они идут через Голландию или, по крайней мере, по направлению голландской компании. Поэтому, если вы тут со своими цветочками выйдете к метро, ну, не более как по договоренности с милиционерами, которые вам разрешают тут постоять недолго за соответствующую плату. А что касается этих цветочных магазинов, вы, конечно, вырастите цветы, но их не продадите, и уж тем более на этом не разбогатеете. Ну, вот это, так сказать, средний класс. Но там, по крайней мере, картина ясная. Вот есть буржуазия, есть рабочий класс, и в переходный период, там тоже все ясно, потому что есть буржуазия в переходный период, отнюдь не у всех национализировали. Есть, скажем, в период НЭПа позволялось иметь трех наемных работников, то есть ввести капиталистическое производство. Был класс буржуазии, был класс мелкого буржуазии, мелких хозяйщиков, работающих на рынок, но судьба этих мелких хозяйщиков такая, что они опускаются в ряды пролетариата. Основная их масса разоряется. И, наконец, рабочий класс. Рабочий класс и городской, и сельский, то есть батраки. Или там, мелкий буржуазий сельский, это середняки, а буржуазий сельский, это кулаки. Ну вот, там вот такая, есть противоположность, очевидная, а если вы возьмете социализм, ее вроде не видно, потому что все трудящиеся, но в чем заинтересованы обычные трудящиеся? Ну, давайте рабочего возьмем. Рабочий, во-первых, заинтересован, раз у нас собственность была общественной, он заинтересован в росте общественного богатства. Почему? Потому что с ростом общественного богатства растают, во-первых, общественные фонды потребления. Вот нынешние исследования, последние, показывают, что при социализме основная масса благ распределялась по потребности. Какие это? Это самые дорогие сегодня блага. Это жилье. Поскольку жилье распределялось по принципу, у кого больше семья, у кого больше детей, тот получает бесплатно от государства большую площадь. Второе, это медицина. Скажем, операции могут стоить 100 тысяч, 150, 200 тысяч, и безграничны, и растут. И, что касается медицинских услуг, медицина тоже была бесплатной, и не так ставился вопрос, что, так сказать, если у вас нет денег, то вы, значит, вас лечите. Ну, будем, но операцию мы этого не сделаем. Мы, значит, собирайте деньги, если у вас, так сказать, что-нибудь несерьезное, как насморк, идите в аптеку и купите себе капли. А если у вас что-то серьезное, идите на операцию, никто не спросит, есть у вас деньги, нет денег. Вот это второй род благ, третий род благ, это образование. Образование, но сначала было бесплатное, как известно, неполное, среднее, потом бесплатное стало среднее, потом бесплатное стало выше, вот я, например, наблюдал, я как раз, как интересно было, что в квартире, где я жил, соседка была, там две соседки, была одна постарше, другая по младше, я имею ввиду молодые девушки, вот старшая меня соседка уже, которая училась на платном, в высшем образовании, она стала учиться на бесплатном, а я уже попал в такую категорию, которая уже не имела дела, с платным уже не было, платного образования, высшее было, только бесплатное, и весь вопрос был в том, как ты сдашь, сдашь, не сдашь, не сдашь, сегодня, в следующем году, не сдашь, в этом месяце, ты сдашь, в следующем месяце, вот у меня такая была история, я сдавал на физфак, опираясь на то, что у меня дипломы, олимпиады были и так далее, сдавал в июле, и получил двойку на экзамене, и мне так, то назидание, поскольку мы там немножко поспорили с экзаменом, по поводу того, как решать задачи, он сказал, поступайте на матмех, а на матмех через месяц можно было поступать, а физфакт, более трудный, так сказать, экзамен был выделен на июль, я через месяц порешал, так сказать, где-то порядка тысячи, ста задач по математике, и 640 по физике, я поступил на матмех, очень свободно, очень просто, и все, но если бы не поступил, ну, следующий бы, я поступил, то есть вопрос, весь упирался во что, в способности, в трудолюбие, так сказать, и в то, чтобы человек готовился, занимался, и так далее, как вы понимаете, сегодня этого недостаточно, например, если раньше вопрос, там, соискательства, то же самое, аспирантуры, вот, и прочего, это все бесплатно решалось, и мы прямо искали людей, которые готовы поступить, и будут заниматься, а сейчас, ну, будем считать, что вы тут находящиеся счастливчики, в этом плане, у вас бесплатно, ну, так что вы счастливчики, потому что, всё это у нас, всё дальше сужается, так что больше и больше, вот это самое, пространство бесплатности, и мы, так сказать, переходим к всё больше и большей платности, ну, вот, где-то 52% расходов, которые сейчас занимают, они раньше были плагами, которые шли бесплатно, а остальное, если было, через распределение по труду, а раз через распределение по труду, в чём заинтересован отдельный работник, социалистического общества. Во-первых, он заинтересован в росте общественного богатства. Чем больше общий пирог, тем больше он получит. Во-первых, через общественные фонды, во-вторых, по труду. А с другой стороны, раз есть распределение по труду, про которое Ленин еще в государстве революции говорил, что это буржуазное право, буржуазное в кавычках, но не в буквальном смысле буржуазное, а в смысле применения одинакового масштаба к различным людям. Один болен, другой здоров, одна маленькая семья, другая большая. А применяются они на тот же масштаб. Ну, в силу этого обстоятельства, распределения по труду, это, так сказать, такое равенство, которое, так сказать, плодит в неравенство. И поэтому не так обстоит дело, что если вы ударник коммунистического труда, то вам нужно больше зубов выдрать. По-другому, что это, так сказать, не связано с вашей работой. А что касается по труду, то по труду вы получаете благо, кто больше заработает, тот больше получает. Следовательно, в чем заинтересован член социалистического общества работник? Он заинтересован в росте общественного богатства. Это первое. И второе, в увеличении доли своей в этом богатстве. Чем больше доли, тем он больше получит. Поэтому, если складываются такие обстоятельства, что можно получить большую долю меньшего коррога, то он тоже в этом заинтересован. И вот этот интерес, не важно, что я делаю, а то важно, что я буду за это иметь, этот интерес роднит поведение многих граждан, трудящихся социалистического общества с мелкобружазным поведением. В чем смысл мелкобружазного поведения? Если я продаю, произвожу что-то на рынок для обмена, то мне не важно, что я произвожу, мне важно, что я за это получу. Или, как это выражается в поговорках, сам бы ел, да деньги надо. Вот, так сказать, не то важно, что я делаю, то важно, что я это буду иметь. И такой подход со стороны трудящихся социалистического общества к общественному производству, не то важно, чем я занимаюсь, что важно, сколько я получу, он очень широко распространялся. Как его назвать? Мы его можем охарактеризовать как подход мелкобружазный. Поэтому при социализме вот кородимые пятна капитализма выражаются в частности в том, что имеет место широко распространенное мелкобружазное отношение к труду. Не то важно, чем я занят, а то важно, что я за это получу. А если человек занимает известный постсистем государственного управления или партийного управления, поскольку партия правящая, то она же и система государственного управления тоже. тем более, если он думает о том, что ему не то, что ему нужно делать, а то, что большее будет. Отсюда и освобождение от некоторых таких норм, которые Ленин считал необходимыми для того, чтобы не переродилось государство. Скажем, он говорит, что надо, чтобы никаких не давать денег на представительство. Что за задача такая? Представительство. Ну, какое вы есть, так и представляете. Никаких денег, никаких, так сказать, для званых обедов, ужинов, подарков и так далее. Потому что это отрыв от народа, от трудящихся, и за этим ничего трудового не стоит. Вот, это раз. А у нас представительство очень широко распространилось. Ну, для буржуазного общества это вообще характерно, но это были представительские расходы и даже отдельные затраты. Это раз. Второе, это партмаксимум. Что такое партмаксимум? Партмаксимум был в свое время, вопрос о нем был поставлен в государстве революции Лениным, что вот члены партии не должны получать больше определенной величины, ну, которая характеризует средний уровень зарплаты рабочего. Если это представители рабочего класса и, по идее, они воюют за его интересы, да, оставят его интересы, ну, так вот, соответственно, они должны, чтобы это было не идеалистически, понимаю, а материалистически. Если вы хотите повысить свою зарплату, прекрасно, сделайте, чтобы народ, так сказать, лучше будет больше зарплаты рабочих, и поскольку у вас на уровне средняя зарплата рабочего, у вас тоже будет больше. То есть и материальный интерес, и зависимость, это единство с народом, здесь обеспечено, то есть партмаксивами. А если, скажем, ваша заработная плата вырастает все больше и больше, независимо от того, как обстоит дело у народа, так это может быть сделано просто за счет зарплаты тех, кто является простым дружником, простым трудящимся. И у нас этот партмаксивом потихонечку исчез. А как он был? Ну, вот это уже далекая история, потому что он исчез очень быстро. Это далекая история, хотя мне вот приходилось встречаться с людьми, которые мне рассказывали, что на железной дороге директор, начальник дороги получал, у него зарплата тысяча рублей записана, а партмаксивом 500 рублей. Значит, поскольку партмаксив, он член партии, 500 рублей, он на руке 500 в партийную кассу. На нужды, так сказать, организации борьбы за интересы рабочего класса. А начальник, главный инженер, не начальник дороги, главный инженер, он получал 800 рублей. Но поскольку он не член партии, а беспартийный был, то вот он 800 рублей получал. И что получалось, какая картина. Вот член партии, начальник дороги, 500 несет в семью, а не член партии, 800. Поэтому вот при такой постановке вопроса, ну это только типичная постановка вопроса, Ленину пытались повысить зарплату, он сказал бы, что у нас партмаксивом 500 рублей, все, больше чем 500 рублей никто не должен получать, в том числе и председатель совмаркома. И сразу это дело пресек. При такой ситуации, вполне, так сказать, материалистически понимаемой, ясное дело, что это никак не ограничило возможности повышения зарплаты, но вместе с народом. Дескать, вот я, если приравняю свою зарплату к вашей, у вас больше, у меня больше, у вас еще больше, у меня еще больше. Но у вас не вырастает, то почему она у меня должна вырасти? Я, собственно, организовываю это все, если я руководитель, я за это отвечаю, а раз я за это отвечаю, у вас вниз или не растет, а у меня вырастет. Ну, сейчас мы просто эти же самые тенденции, которые были и в советское время, мы их негативные, мы их сейчас наблюдаем, скажем, у наших, во-первых, я не беру сейчас капиталистов, для них это вообще характерно, что мы можем, в чем мы можем, в чем мы можем, ограничить капиталистов, у него цель прибавочная стоимость и капитал есть самая возрастающая стоимость по своей природе. А давайте возьмем представителей сидящих на государственных постах, которые были недовольны тем, что вот есть такие вот явления в условиях социализма, они смели этот социализм и установились такие проявления, какие при социализме не снились никому, а именно, вот возьмем думцев. Сколько заработной платы в Думе? Порядка 400 тысяч рублей. А сколько средняя зарплата рабочих? Порядка 40 тысяч рублей. То есть представители, так сказать, заступники народные получают в 10 раз больше, чем получают работники. Теперь, сейчас такой как раз момент очень интересный, когда пенсионная реформа разразилась, которая забрала у каждого будущего, так сказать, пенсионера порядка 400 тысяч. А это было? 840. Порядка 840 тысяч. Почему? Потому что в среднем 14 тысяч пенсия, 5 лет ему прибавили, он должен работать, не получая пенсии, а так он мог бы он получать. Он мог бы и работать, но он при этом мог бы получать пенсию, и он бы получил 60 месяцев, 5 лет, 5 на 12, 60 на 14, 840. 840 тысяч у каждого забрали. А у нас существует два пенсионных закона. Один называется, очень интересный, характерно, о трудовых пенсиях в РФ. А другой называется, о пенсиях госслужащим. Вот по второму закону пенсия госслужащим 75% от дохода по занимаемой должности. Если я занимаю должность какую-то государственную в течение определенного срока, порядка 10 лет, то вот в соответствии с этого, от того дохода, 75%. Следовательно, вот скажем, думцы, если они два срока там отстояли, прослужили, и таких много, которые и два, и три срока, там сидят и получают эти блага. Я уже не говорю о том, что там есть руководители фракции, заместители руководителей фракции, которые повышенно имеют доходы и так далее. И, естественно, транспорт там есть, который для них бесплатно они вызывают машины и едут по своим делам. Вот при этом 75% от дохода означает, что 300 тысяч будет пенсия у тех, кто сегодня получает в доме 400 тысяч. И они, так сказать, живут совсем другой жизнью, какой-то, 300 тысяч, а тут 14 тысяч. Видите разницу? Во сколько раз? Ну, в 20, как минимум, правда, с лишним. 20 на 2 умножить 28, до 280, до 29 не дотягивай. Вот такая картина. То есть, к чему сводится то, о чем я сейчас говорил, что я хотел подчеркнуть, что вот тенденции прогресса и регресса это не такие тенденции, которые существуют, только при капитализме они существуют, а при социализме их не существует. Существуют при социализме. Или, скажем, доказывать, что, вот скажем, в Северной Корее все хорошо, довольно глупо, потому что в Северной Корее находится какой там коммунизм, не развитый, не полный. И в этом сам, не радо, не полном коммунизме действуют вот те тенденции, которые являются отрицательными, которые толкают этот коммунизм к разложению. Поскольку я был в Северной Корее, я вот наблюдал там. Конечно, вот, скажем, сидят, вот нас возили как делегацию официальную, очень, так сказать, на Мерседесах, мы хорошо там, там жилось, прекрасно на даче Цыковской. И вот мы приезжаем в колхоз. Видим, что там люди работают в грязи, дождь идет в грязи, работают на полях. А у нас в хорошем помещении, вот такое же, как у нас здесь, мы сидим, разговариваем о том, как вот сюда приезжал Кем Ир Сен и руководил на месте. И тут большой портрет Кем Ир Сена. Кем Ир Сен руководит на месте, работая вот этого совхоза или колхоза, куда мы приехали. Я говорю, давайте мы пойдем, но ведь Кем Ир Сен же не просто, он тут руководил, он пошел туда, к трудящимся. Давайте мы тоже пойдем к трудящимся. Они так и беспокоились, руководят тех, кто нас сопровождали, одни представители Министерства иностранных дел, другие ЦК, трудовой партии Кореи. говорит, да нет, там грязно. Я говорю, ну вот Кем Ир Сен, он грязи не боялся, он пошел, несмотря на грязь, здесь трудящие. В общем, короче, я их склонил, потому что мы туда пошли. Народ это встретило весьма испуганно, там у старой полуржавой молотилки, которая молотила этот рис, потому что эти все в таких пиджачках, с очками Кем Ир Сеном, такие совершенно явно, так сказать, по форме отделенные от тех, кто, так сказать, в рабочей одежде все-таки делает. Но, что нам выяснилось? Выяснилось, что потом они стали нам объяснять, что там происходит, там, почему-то, значит, все самые снопы, которые только что обмолотили, потом эти снопы снова собираются, перевязываются, я говорю, это что такое? А это, мы, говорит, в Японию отправляем на экспорт. Они из этого делают ценовки, тапки, и все прочее и так далее. И потом решил мне это дело показать. Представитель отдела ЦК, он сбрасывает свой пиджак и раз, и начинает ловко эти вязать снопы. И сразу у них разговор установился между собой по коречке. Я там выучил только одно слово, здравствуйте, анэнка, семняка. Вот, дальше мне непонятно было, но разговор был такой товарищей. А в чем дело? Оказывается, что в Корее предприняли такую вот меру, которая, вот это разделение, руководители и трудящиеся, в какой-то мере, компенсируют. Каждый партийный руководитель, любой, кроме одного самого, главного, кроме, там, Ким Чен Ира или в участке МЧННа, должен один месяц проработать секретарем партийной организации или в колхозе, или в совхозе, или на каком-то предприятии. Один месяц. Если вот рис, как известно, сажают вручную, в воду, прямо, то есть, все это залито водой, и вот надо, и целый месяц они берут это рисует. Понятно, что, когда человек месяц из 12 месяцев в один месяц поработает так, он, так сказать, как-то больше понимает нужды трудящихся, которых он должен представлять. Поэтому у них вот такая мера, которой у нас не было в Советском Союзе, и которая, ну, некоторую прочность им придает. Несмотря на то, что, конечно, тоже есть элементы отрыва, там, есть те, кто сидит в кабинетах от того, кто... Ну, вот, с нами должен был встречаться один из секретарей ЦК, а он говорит, я не могу с вами... Вот, я должен с вами сейчас встретиться, потому что, по идее, с вами должен в зал отделenko встречаться, потому же я, ну, потому что завтра я уезжаю вот секретарем неосвобожденного, неосвобожденным секретарем в какое-то предприятие, и поэтому я завтра тоже с вами встретиться не могу, и целый месяц будет там работать, и не сидеть бумаги перебирать, а буду заниматься тем, чем занимаются все остальные люди, но он там будет, у него партийный должен, секретарь, он секретарь, партийная организация этого предприятия. Во всяком случае, а если мы с вами еще дальше заглянем, в полный коммунизм, и как это расписывалось в хрущевские времена, полным потоком польются богатства. То есть довольно находили у Маркса не то, где он говорит о том, что такое коммунизм не то, что это общество равенства, общество, в котором классов нет, полностью уничтожено или не общество на классах, или что все учение наше может быть выражено одной фразой, уничтожение частной собственности нет. Вот, дескать, все богатства появляются полным потоком, и так себе представляют коммунизм, что вот есть трубы, через которые все богатства льются, остается только к ним припать, и больше ничего. И вместо свободного всестороннего развития всех членов общества, которое, между прочим, является целью производства уже при социализме, потому что цель производства при социализме звучит так, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И эта цель была записана в первой программе партии, и во второй, выкинута, прикручиваясь, третий, на двадцать втором съезде, и заменена на все более полное удовлетворение потребностей. Вот есть у одних потребностей в театр ходить, идите в театр, кто больше. У вас филармония, идите в филармонию. А у кого-то есть потребность водку пить, все более полное удовлетворение потребностей, пейте больше водки. Другой, так сказать, у него может быть, при тяге к другим наркотикам, так все более полное удовлетворение потребностей. И то, что вот, скажем, было пресечено Лениным еще при разработке первой программы партии в 1903 году, потому что у Плеханова в проекте стояло удовлетворение нужд общества. Вот цель производства при социализме. Ленин говорит, да за какую организацию еще и требствия могут дать? Надо не просто удовлетворение нужд общества, а для удовлетворения полного благосостояния, свободного, всестороннего развития всех членов общества. И это было включено в программу, проголосовано съездом. И те, кстати, деления на меньшевиков и большевиков никак не коснулось программы. За программу все проголосовали. Это разделение касалось только понимания того, как строится партия. Дескать, меньшевики говорили, что если человек визитка помогает чем-то партии, то он может считаться членом партии. А Ленин говорил, нет, это если он входит в одну из организаций. А что касается программы, это не подвергалось сомнению. Это не подвергалось сомнению при разработке второй программы, на восьмом съезде принятой. И это в течение, вот пока Сталин был генеральным специалом. Вообще вопрос программы ни разу не поднимался, не менялся. Поэтому речь шла о выполнении программы. Ее еще выполнять и выполнять. Хотя он уже говорил, что надо переходить к пятичасовому рабочему дню. Без этого вы не решите проблему свободного всестороннего развития. Но вот условия жизни и борьбы, в том числе внешнеполитические и военные, не очень способствовали тому, чтобы можно было это реализовать. Ну, а в условиях полного коммунизма, что вот нету этой тенденции движения вспять. Это исключает, это какое-то общество, которое вообще идет без борьбы. Вот каждый отдельный человек смертный, вот мы здесь смертные, у нас на виду с тем, что мы развиваемся, двигаемся вперед. И даже вот это относится не только к таким людям уже в возрасте, как я, и к таким, как вы. Но есть и другая тенденция. Вот вы здесь сидите, и я здесь сижу, мы же с вами умираем. И сейчас, и каждая минута, это приближение нас, так сказать, к тому, чтобы мы куда ушли, в вечность, да, так красиво изобразили. Но и это, так сказать, продолжается потом всю жизнь. И хотя не диалектически построенные работы они отделяют, там, момент рождения и смерти от жизни. А эти диалектически построенные, их как раз не разделяют, и это характеристика жизни. Жизнь начинается, завершается, но жизнь общества продолжается, а человек по сущности, это человек общественный. А раз он общественный человек, то вот эта тенденция общественного развития, она, она идет непрерывно к развитию общества, несмотря на то, что отдельный представитель этого человечества завершает свой. Но, как представители общества, и вы, как представители общества, бесконечные и вечные. Особенно вы бесконечные и вечные, вот в той работе, которую я просил вас сделать после 25-го. Почему? Потому что, если вы внесли новое в науку, то вы продвинули человечество вперед. То есть, новое, это ведь какое новое? Это не новое по сравнению с тем, что есть у других на факультете, и новое не по сравнению с тем, что это есть у, так сказать, на других факультетах или в других научных учреждениях, а новое по сравнению с тем, что дали другие ученые в мире. В этом вот особенность аспирантуры и положение аспирантов. То есть, если от любого, так сказать, другого человека, он может и не быть ученым. Раз не быть ученым, то Vote Adnotria вышло. Вы можете upcoming new. Вы не можете потребовать нового, ни от кого, там, кто не является как бы профессиональным ученым, на которого, по положению он записан. А вот аспирант, он по положению должен быть человеком, который должен дать это новое. Вот вы как раз из всех тут присутствующих, поскольку мы так где-то разнообразили, и больше в этом отношении продвинулись, потому что даже нынешнее общество смотрит, ну ладно, мы вам бумажку дадим, чтобы вы кончили аспирантуру, успокоительную, ну вы же понимаете, что смысл все-таки содержания, содержательный смысл аспирантуры вовсе не в том, чтобы ее закончить, а в том, чтобы написать диссертацию и начать свою новую жизнь, новую жизнь, как ученого, правильно? Вот в этом и сложность той задачи, которой мы стоим. Поэтому, несмотря на то, что тут с каждым позитивным моментом имеется и негативный момент, этот прогресс общественный совершается бесконечно, и как представитель общества вы равны, как и другие члены общества, бесконечны и вечны. И если вы внесли вклад в науку, вы, так сказать, обессмертили себя. То есть вопрос о бессмертии решается очень просто. Пишите, вот что там нового вы там делаете. Так что мы вот вопрос о бессмертии будем обсуждать вот через несколько недель. Вот так стоит вопрос. И даже для этого 25-го суд собираться не будем, чтобы вы, так сказать, над этим сосредоточились, подумали и так далее. Так. Ну а у Салина есть в его работе о биолептическом и историческом терроризме такое небольшое рассуждение о том, что... Диалексика говорит о том, что всё идёт через борьбу нового со старым. Нового со старым. Старое – это имеется в виду отживающее, да, а новое – это прогрессивное. То есть, когда мы говорим с вами о прогрессе, регрессе, прогрессе – это что? Это движение к новому, да, а регрессе – это возвращение назад. Так вот, диалексика борьбы нового со старым. Возьмём самый полный коммунизм, возможно, в котором нам жить не придётся. А если придётся, вот, может быть, не мне, а вам. То, значит, в этом самом полном коммунизме борьба нового со старым любые детей. А в чём она состоит? А в том, что какой бы ни был уровень развития человечества, общества и так далее, в любом случае появляется новая идея. Ну, вот, как сейчас вот вы напишете, будет новая, ещё такого не было. А когда, если оно новое, то что вначале слабее – новое или старое? Новое. Новое слабее. А раз оно слабее, то в этой борьбе нового со старым, а первоначально оно проигрывает. Правильно? Почему? Ну, потому что, потому что побеждает сильный слабого. Правильно? Тут, как говорится, кто в борьбе побеждает? Сильный или слабый? Сильный. Поэтому оно проигрывает. Но, если оно новое, оно не так вот проигрывает, что проигрывает и всё. Оно при этом приобретает опыт борьбы и начинает укреплять свою позицию, систематизировать себя и так далее. И всё более и более, так сказать, успешно ведёт борьбу со старым. И это касается и науки, и искусства, и культуры. Ну, всё. Везде, где, так сказать, речь идёт о том, что отжило, а что нарождается. Новое, более прогрессивное, более передовое. И вот это, хотя передовое ведь включает в себя и предыдущее, передовое это не выскорчившее, неизвестно откуда. Новое, новое-то на самом деле оно базируется на всём богатстве развития человечества. Поэтому новое в этом смысле, оно, так сказать, более цельным и более сильным потенциально выступает. Но пока оно ещё не окрепло. И, наконец, оно начинает теснить старое, побеждает. И вот оно тогда систематически побеждает это старое. И когда оно уже превращает эту свою борьбу в некую, хоть обыденную привычку, появляется новое, по отношению к которому это новое является уже старым. И процесс этот продолжается. Поэтому вот человек не просто должен знать, в чём суть диалектики, он должен вообще настроиться на то, что всякое движение, всякое развитие, оно всё пронизано борьбой нового со старым. В разных формах. Есть политические формы, есть те формы, которые совсем не политические, в культуре, в науке, в искусстве. Правда, везде есть борьба нового со старым. И поэтому человек должен научиться это различать и эту борьбу видеть. И в этой борьбе он во всех областях должен занимать какую позицию? Позицию прогрессивную. А прогрессивная – это значит поддержки нового, передового. Независимо от того, оно слабое или сильное. Если оно ещё пока слабое, это не значит, что я должен бросить это новое, поддерживать только старое. Поэтому это вот требование, движение вперёд, требование развития, оно связано с борьбой, а в этой борьбе надо поддерживать новое передовое против старого, отживающего. Так что нету такого общества, нету такой формации, ни на низшей фазе, ни на высшей фазе, где бы не было вот этой борьбы противоположностей, где бы не было вот этого вот преодоления. И поскольку это преодоление постоянно имеет место, то тем самым, тем самым, и эта борьба нового со старым, борьба прогресса и регресса сопровождают всякое развитие. Хотя нам это понятно даже из точки зрения того, что только вы сегодня позавтракали, когда уже надо готовиться к обеду. Потому что это такой способ борьбы с тем, что то у вас уже использовано, ваш организм уже нуждается в новом, а вот этого нового нету, и вы идёте и обедаете. А потом вы после обеда, вроде бы, плотно пообедали, и несмотря на то, что вы, так сказать, удовлетворили голод, через некоторое время появится необходимость, что надо пойти и поужинать, и так далее. Поэтому эти люди от этого не могут освободиться, и это совершенно необходимо, и это тоже идёт в процессе борьбы. Но со старым, давайте новую еду, старое всё, старое уже нету. Теперь дыхание человека, это что такое? Вы дышите, значит, вы постоянно, так сказать, находитесь в процессе, с одной стороны, в процессе окисления, которое проходит в клетках, и усвоение кислорода, а с другой стороны, углекислый газ высвобождается из клеток, и вы выдыхаете этот самый углекислый газ. И вот это освобождение от углекислого газа, то есть снабжение клеток кислородом и освобождение от углекислого газа, вот вам борьба, вам всё время новый и новый нужный кислород, и всё время надо освобождаться, освобождаться от этого самого углекислого газа. Кто не дышит, тот умирает. Но наш так устроен организм хорошо, что еще никому не удалось покончить жизнь самоубийством, сказав, что раз такое я делаю, я прекращаю дышать. Нет таких. И прыгали, как говорится, с высоких зданий. И что-то бы не делали. Убивали себя и кололи, и рубили, или там как японские самураи зарезали себе желудок. На что бы человек сказал, раз я теперь с вами не согласен, в качестве протеста я умираю. И перестал дышать. Что из вам перестать дышать, через некоторое время вы обнаружите, что, несмотря на вашу, так сказать, всю волю и желание больше не дышать, ничего не получится, вам придется вдохнуть. Поэтому, если вы это все совершаете под водой, то вам придется вдохнуть воды. Поэтому не следует это делать под водой, на воду. Так что это вот такой момент очень интересный. Точно так же, как мы это наблюдаем на человеческих глазах, я заметил так, что вы иногда моргаете. А что вы делаете? Вы смачиваете свои глаза, чтобы они не высохли, потому что они высыхают. Это естественно. Это, так сказать, процесс, относящийся. Тут не скажешь реакции, да? Тут скажешь регресс. Есть прогресс и регресс. Реакции мы говорим, когда у нас социальные отношения. Когда есть прогрессивные и реакционные. А когда у нас это относится к природе, ну это прогресс, это регресс. То, что у вас глаза высыхает и у меня, это регресс. Ну вы моргаете и все. А если вы не будете моргать, тут вы можете выдержать, так сказать, усилием воли, перестать моргать. И что? Ну у вас. Прекут слезы и ваши глаза все равно увлажняются. И ваш организм взбунтуется против вас, так сказать, как с протестом. Против того, что вы пытаетесь с помощью сознания остановить естественный процесс борьбы нового со здоровьем. Вот. То есть это настолько является всеобщим, что тот, кто это не всегда применяет, он оказывается, ну, выброшенным, методологически выброшенным с главной магистральной дороги развития науки современной. Хочу привести пример. Вот. Сейчас уже это не так. А вот еще, может быть, несколько десятилетий тому назад, так называемый системный подход был особенно в ходу. И им подменяли диалектику полностью. Дескать, вот все есть системы. А системы это, значит, элементы и структура. Есть внутренняя среда, есть внешняя среда. И это все очень хорошо и похоже на изучение кристаллов. Правильно? Кристалл, если вы изучаете, там любой. Вы можете изучить графит в таком виде, когда он представляет собой графитовые свежие карандаши, когда там отдельные пластинки, они так как друг над другом скользят, и вы пишете. Или другая структура там, и тогда вы получаете алмаз. В том, что это все, и это цель, и это цель. А вот, есть внешняя среда, а есть внутренняя среда. И это начало и конец этой самой методологии. А чего тут не хватает? А тут не хватает чего? Единственная борьба противоположности. Если вы, конечно, глубже копнете, то вы, наверное, даже если с точки зрения физической будете рассматривать тот же самый кристалл. Во-первых, температура его, этого кристалла, это скорость движения молекул. Правильно? И этим молекулы все время движутся. И не бывает такого, чтобы они не двигались. И вы можете его замораживать, тогда скорость уменьшаяся движение молекул, а можете нагревать, тогда скорость увеличивается. А можете так этот самый сжечь углерод. Это раз. Во-вторых, вы же понимаете, что кроме таких молекулярных движений, а всякое движение есть противоречие, правильно? Находиться и не находиться в этом месте. Вот молекула, если она двигается, значит, она находится и не находится в этом месте. Это противоречие движения. То, что мы изучали с вами в разделе изменения. Изменение – это равенство с собой, в том числе бытие, и неравенство с собой, в том числе иного. И если там этот алмаз и кристалл, они выступают, находящиеся в абсолютном покое, на этом уровне понимания, вот этой абстракции, то, в другой смысле, если мы углубимся в этот кристалл, то мы увидим, что там непрерывно идет тот пятежин и борьба. И это же относится к тому, что мы можем пойти дальше, выйти на атомный уровень. Там мы знаем, что вокруг ядра вращаются электроны. Потом дальше мы знаем, что есть наряду с протонами еще нейтроны, еще там есть электромагнитные явления, правильно? связанные с разными зарядами. И дальше начинается микромир, в котором беспрестанно идет движение. Поэтому наш этот взгляд на кристалл, находящийся в покое, представляет собой, по крайней мере, очень высокую абстракцию. Очень высокую. И ничего против абстракции возразить нельзя, как известного метода, если люди, которые применяют этот метод абстракции, не забывают. К сожалению, вот системный подход, там вроде все хорошо, да? И система, и элементы, и структура, и внутренняя, и внешность. А что нет? Нет единственной борьбы противоположницы. Нет противоречий, через которые идет движение. Поэтому у них это все неподвижно. Ну вот, кстати, тоже алмазы уже обрабатывают, чтобы превратить его, так сказать, в украшение. А что такое обработка? Это и придание другой формы, то есть менять. А что такое изменение? Тоже единственная борьба противоположность. И так далее. То есть, можно абстрагироваться и от противоречий, можно абстрагироваться и от противоположных. Надо понимать, что абстрагирование – это и есть отталкивание. А если я от чего-то отталкиваюсь, я, значит, к этому прикасаюсь. Абстрагирование другой стороной имеет память о том, от чего вы отталкиваетесь. Оно же никуда не делается, оно же есть, оно остается. Оно продолжает существовать. А раз продолжает существовать, то, следовательно, это вот так не получается. Следовательно, вот прогресс и регресс мы наблюдаем и в природе, и в обществе. Но единственное, что мы не должны, здесь вот примиссивное такое понимание делать, что вот есть люди прогресса, а есть люди регресса. И люди прогресса, то есть прогрессивные люди, это люди, которые преимущественно выступают с прогрессивных позиций. Почему? Ну, потому что как живые люди, в их действиях есть непоследовательность, отрицание, но если они в целом выступают с позиций прогресса, они прогрессивные. Есть люди, которые выступают с реакционных позиций, но для того не следует, что они во всех вопросах реакционеры. Но они в каких-то вопросах могут выступать совершенно правильно. И это тоже, ну, то есть их позиция тоже, наверное, вполне возможно, что она противоречивая. Таких последовательных людей, которые, ну, вот очень строго придерживаются от какой-то линии поведения, их на самом деле очень мало, единицы в обществе, в мире. И более того, значит, а могут ли носителями прогрессивных тенденций выступать люди, принадлежащие к реакционным классам? Как вы ответите на этот вопрос? Могут. Ну, вот Энгельс, он уже фабрикант был. Ну, папа у него был фабрикант, он так уж прямо не сильно занимался фабрикой, но на следствие он получил и мог помогать Марсу записывать капитал. И помогать ему не только тем, что он два тома капитала обработал и издал, второй и третий, но и деньгами. Вот, а, скажем, Илья Дзержинский был дворянин, Ленин был дворянин, ну, а дворянские эти наши эволюционеры, мы о них уже говорили. И наоборот, а представители рабочего класса, они что, так все время прогрессивные? Вот рабочие классы активные, революционные, можно повторять это делать. Открыто просто, а кто вот здесь пришел и убивал людей, так сказать, наших, трудящихся в войну? Ну, кто это? Прежде всего были в массе своих, кто? Кто с вами, кто с вами? Рабочие, немецкие рабочие. Вот кто эти так называемые? Что это за фашистские полчища? Так они из кого состоят? Это вот рабочие, которые отдельно. Они купились на то, что им вот драк, ну, рахостен, им, так сказать, новые условия будут. Для этого надо вот провести успешную войну. И чтобы, так сказать, эта совесть не мучила, значит, просто это вот, мы же более высокая раса. А это как, вот вы, например, на лошадях, когда ездите, вы же не считаете, что вы угнетаете лошадей. Дескать, они это лошади. Можно на них ездить. Можно, так сказать, телегу в пяче везти в бочки с водой, там, и камни водить на них, и так далее. То есть, если это животные, так сказать, низший уровень. Поэтому и теория расистская для этого была сделана, для того, чтобы, так сказать, людей освободить от того, что они, как же вот так мы убиваем людей. Да это не люди, это вообще, это люди другого уровня. Это не та высшая раса, к которой мы принадлежим немцы. То есть, понятно, что с реакционными тенденциями связана идеология, которая их выражает, это реакционная идеология. Ну, а во всякой идеологии, и даже в самореакционной, вы найдете, наверное, правильное положение. Правильно? Поэтому вот, что мы должны делать? Мы должны во всем видеть его противоположность. И если мы вот так будем рассматривать вопрос о прогрессе, регрессе, у нас не будет этого ходульного внимания. Надо сказать, что вот в этом смысле оценка диссертанции ученым советам всегда диалектично говорят, вот в целом, вот так, перейдут, оппоненты ваши будут писать так, так, так. Если оппонент вам никаких замечаний не напишет, это считается липовый отзыв. Там вот это вот такие, 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 такие достоинства, но есть вот такие, 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 такие недостатки. Некоторые оппоненты просят, товарищи из диссертанда, написать какие у вас есть недостатки, которые я вам укажу, а вы потом на них ответите. А после этого он пишет, что отмеченные недостатки не снижают общего высокого уровня работы. И она в целом отвечает требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям. Ну нельзя сказать то, что не снижают, но не колеблит это высокой оценки, правильно? Потому что она относится к недостаткам именно, а не к тому, чтобы это характеризовали как целое. Есть такие случаи, когда некоторые оппоненты изощряются, что они половина плюсов и половина минусов. А вывод делают в отношении оценки работы. Здесь все того, как сложились обстоятельства. Если надо дать положительный, дают положительный. Если надо дать отрицательный, дают отрицательный. Потому что к этому приливают, к своему отзыву. Так что вот тут всякие бывают приключения. Но поскольку мы с вами говорим о всеобщем, то это везде вера. Так, на этом сегодня мы завершили. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok